Для Карабаха нашелся примирительный жест Для Карабаха нашелся примирительный жест Армения и Азербайджан пустит родственников к заключенным. Газета «Коммерсант» номер 67 от 16 апреля 2019 года, строение 6. В Карабахскому регулировании впервые за долгое время произошел позитивный сдвиг. На встрече в Москве, прошедшей при участии главы МИД РФ Сергея Лаврова и представителей Минской группы ОБСЕ, министры иностранных дел Армении и Азербайджана Зограб Мнаца Аканян Ильмар Мамедьяров выразили готовность на взаимной основе разрешить родственникам посещение заключенных, а также активизировать обмены в области СМИ. Собеседники «Твердый знак» в Ереване и Баку дают понять, несмотря на снижение напряженности в армено-азербайджанских отношениях, говорить о прорыве пока преждевременно. Встреча глав МИДов Армении и Азербайджана с участием Сергея Лаврова прошла на достаточно мрачном фоне. Две недели назад, 28 марта, в Вене состоялся саммит глав этих государств под эгидой Минской группы ОБСЕ, который зафиксировал тупик в переговорах. После этого грозные заявления звучали с обеих сторон. Так, 30 марта министр обороны Армении Давид Танойян предложил заменить привычную формулу карабахского урегулирования территории в обмен на мир на другую формулу «Новая война в обмен на территории». Напомним, что формула территории в обмен на мир подразумевает гипотетическую передачу армянской стороной под контроль Баку некоторых районов непризнанной Нагорно-Карабахской республики НКР, не входивших в состав Нагорно-Карабахской автономной области до 1991 года, в обмен на отказ Азербайджана от силового решения конфликта и продолжения переговоров для последующего определения статуса Нагорного Карабаха. Однако в Баку подчеркивают, что такой статус может быть только в рамках территориальной целостности Азербайджана. По словам господина Танаяна, такой план больше не актуален и Армения будет стремиться наращивать наступательные подразделения, чтобы в случае чего перенести боевые действия на территорию противника. Премьер Армении Никол Пашинин такую позицию одобрил, в Баку не остались в долгу и выступили с похожей риторикой. Министр обороны, твердый знак, дал конкретные указания командирам и начальникам всех уровней организовать постоянное наблюдение и держать под контролем действия противника, дать решительный ответ на его возможные провокации и в любое время быть готовыми к началу активных боевых операций, заявили в военном ведомстве Азербайджана. Депутат азербайджанского парламента Кямран Байрамов в беседе с твердый знак высказался в том же духе. Политика Армении всегда отличалась вопросами этнических чисток, территориальных претензий и агрессии по отношению к другим государствам. Мы к войне всегда готовы. У нас армия развивается в соответствии со стандартами НАТО. Выделяются большие средства из государственного бюджета. И все же определенных позитивных изменений сторонам добиться удалось. После трехчасовых переговоров с участием Сергея Лаврова, сопредседателя Минской группы ОБСЕ и личного представителя председателя ОБСЕ по Нагорному Карабаху Анджея Каспоржика главы МИДов Азербайджана и Армении все же сделали шаг вперед. Они договорились обеспечивать стабильность на линии соприкосновения во время сельскохозяйственных работ, а также на взаимной основе принять меры по допуску родственников к лицам, находящимся в заключении. Шла речь и о взаимных поездках представителей СМИ. Отметим, что редактор крупного азербайджанского информагентства Шахин Гаджиев в феврале уже выезжал в Армению, опубликовав после этого ряд репортажей. На вопрос твердый знак, готов ли Азербайджан принять на своей территории армянских журналистов, представитель МИД республики Лейла Абдуллаева ответила утвердительно. В Баку всегда были настроены на создание условий, которые способствовали бы зарождению и укреплению атмосферы относительного взаимопонимания между обществами Азербайджана и Армении. Что касается вопроса посещения заключенных родственниками из конфликтующего государства, то этот вопрос также актуален для сторон. Например, в Азербайджане отбывает срок армянский гражданин Карен Казарян. По версии Баку, он диверсант, в июле прошлого года попытавшийся проникнуть на территорию страны. Однако в Ереване утверждают, что господин Казарян в армии не служил, а был психически нездоровым жителем приграничного села. На подконтрольных армянам территориях также есть азербайджанские заключенные. Это, в частности, Шахбас Гулия Фидельгамаскеров, арестованные властями непризнанной республики еще в 2014 году. Источник «Твердый знак» в армянском МИДе дал понять, что посещение родственниками азербайджанских заключенных готовы разрешить и в Армении, и в НКР. Отвечая на вопрос «Твердый знак», не будет ли Баку препятствовать выезду своих граждан в Армению и НКР, Лейла Абдулаева отметила, жестких запретов на посещение своими гражданами Армении, тем более наших оккупированных территорий азербайджанские власти никогда не накладывали. Редкость таких поездок, по ее словам, связана лишь с тем, что азербайджанцы воздерживаются от них из соображений личной безопасности, но ситуация может измениться в случае предоставления армянской стороной надлежащей гарантии безопасности. По мнению главы Бакинского клуба политологов Южный Кавказ Ильгара Велизади, достигнутые в Москве договоренностью указывают на желание сторон достигнуть деэскалации конфликта, в то время как серьезные политические шаги практически невозможны, гуманитарная сфера – единственная, где возможны конкретные шаги. Кроме того, это создает хороший фон для развития переговорного процесса в целом. Между тем, собеседник «Твердый знак» в Ереване, директор Института Кавказа Александр Искандарян настроен менее оптимистично, совершенно не уверен, что договоренности будут реализованы. Кроме того, не думаю, что подобные малые шаги могут привести к прорыву в рамках карабахского урегулирования. Кирилл Кривошев, Павел Тарасенько